За 30 лет существования проблемы ВИЧ-инфекции и СПИДа эта тема для общества превратилась в нечто заурядное, повторяющееся из года в год профилактическое мероприятие. Об этом и не только говорили во время пресс-конференции, которая прошла в Центре общественного здоровья в Бресте. По оценкам медиков, идет незначительный рост случаев инфицирования, причем у возрастной категории старше 30 лет. У нас в области на 1 ноября число ВИЧ-инфицированных составляет 2030 человек, а количество лиц живущих с ВИЧ-1556. У нас показатель распространенности на 100 тысяч в Брестской области составляет 112,3, что ниже в 1,9 раза республиканского показателя 217,8. И Брестская область у нас уже последние 7 лет идет на пятом месте после Гомельской, Минской, Минска и Могилевской областей. Вместе с тем, согласно компьютерной программе «Спектрум», в регионе зарегистрировано только 79% живущих с ВИЧ. И сегодня перед медиками стоит задача выявить всех зараженных. Лидирует по заболеваемости Пинск, Брест и Барановичи. Только в 2017 году на лекарства для антиретровирусной терапии потрачено 120 тысяч рублей из республиканского бюджета и глобального фонда. Если брать 10-й год и 18-й год, в 10-м году у нас лечилось по области 57 человек ВИЧ-инфицированных. 57 человек по всей области. Сегодня по области у нас лечится 1070 человек. То есть за 8 лет вот такой вот прогресс. В нынешнем году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом «Знай свой статус». 1 декабря в рамках тематического вечера для брестских студентов молодым людям предложили бесплатно и анонимно пройти анализ на ВИЧ. Аналогичный тест, но по слюне можно сделать и дома. В аптечной сети продается специальный мультитест. Примечательно, что в 2018 году в возрастной группе от 15 до 19 лет не выявлено ни одного случая заболевания. Мне очень важно знать свое состояние здоровья и знать, что я полностью здорова. Это безусловно важно, потому что мы молодые, у нас вся жизнь впереди. Вот, конечно, важно. Как отмечают медики, сегодня молодежь стала более ответственной относиться к своему здоровью. Они рисуют плакаты и создают клипы, учатся бережному отношению к себе и к партнеру. В любой программе, будь то здоровый образ жизни, будь то формирование ответственного отношения к будущему материнству, как бы вроде заявленного нет, что там проблема ВИЧ спит, но всегда стараешься включить какие-то интересные именно тренинговые какие-то методики, вопросники. То, что вроде бы это проходит быстро, но какая-то часть информации все-таки у них остается в голове. Мы на это, по крайней мере, надеемся и стараемся что-то постоянно внедрять, какие-то новые методики. Вместе с тем, какую бы форму ни выбрали организаторы, концертную, спортивную или музыкальную, главное – достучаться до молодого сознания и донести основную мысль, что от их поведения зависит собственное здоровье и здоровье близких.